Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы познакомим вас с очередными новостями из Голливуда и его окрестностей. И что там в окрестностях накреснило? Ой, там много чего бы случилось, но, в общем, первая новость у нас исключительно о членовредительстве, и вторая тоже. Чувствую, как это сурово! Мы не виноватые. Они себе, конечно, все ломают, а мы тут отвечаем. Не виноватые вы, он сам пришёл. Ну-ну. Абсолютно верно. Ну вот, короче говоря, начнём мы с того, что 7-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури сломала руку. Ну что, неизвестно где и как, чёрт-то знает, что она там делала, но, во всяком случае, гипс у неё большую часть руки закрывает от локтя до ладони. Бедный ребёнка! Ну, ребёнок там, конечно, не то чтобы сильно бедный, потому что 33 тысячи долларов в месяц Том Круз ей платит, алименты. Как бы не хопить спать? Так что насчёт бедности я бы тут очень даже помолчала. Не, ну я имею в виду не в смысле денег, а в смысле бедная-бедная девочка сломала себе шо могла. Ой, какая, ой, какая она страшненькая, моментами капризненькая, ой, ой. Ой, так вот, она славится своим характером замечательным, да, своими капризами. И вот у меня есть такая теория, что она, вероятно, из рук матери рвалась, а потом вообще в витрине орала на весь Нью-Йорк «Купи!» Ага. А мамка-то её не пускала. А-а-а, ну да, ну да, ну да. Вот оно и произошло, вот такая вот история. Ну, если у неё характер папы и мамы, то мама родная. Ну, я родителям, конечно, завидую, потому что она им ещё даст до старости лет отдохнуть. Да, ну да, хороший ребёнок. Хороший ребёнок, чудный. Прямо всё на лице написано крупными буквами, правда? Да, да. Второе членовредительство уже не так вот тайно произошло на глазах у изумлённой публики. Николь Кидман. Ну. Вот. Шла на показ модной коллекции Келвина Клайна. Э-эм. А тут откуда ни возьмись на тротуаре велосипедисты. Короче говоря, он её сбивает. Чё, дурак, что ли? Так вот. Значит, у неё были высоченные каблуки, она, естественно, упала, упала, в общем, ударилась там, ну, понятное дело, да? Она в одну сторону велосипедист, в другую сторону. Но мало того, что он по тротуару-то ехал, главное это то, что он пытался её фотографировать на ходу. Ну, он... Идиот. Да. Не справился с управлением, ехал в звезду. Господи. Хорошо, что у неё светофор. Она хоть и длинная, как столб, но всё равно не разобьётся на кусочки. Нет, ну, всякое разное, понимаешь, неприятно, потому что женщина шла на модный показ. Она очень за своей внешностью следит. У неё всегда всё в порядке. Ну, да, на высоких каблуках, вся из себя хороша. Да, и же Шила такое, как это вообще понимать. Но она очень недовольна, она, говорят, в суд собирается подать. Ну, и ему тоже штрафы чувствуют. Я бы на её месте тоже подала бы в суд. Да. А там вообще на великах разрешено ездить? Нет, в этой части Нью-Йорка на великах не разрешено ездить. Поэтому полиция ему штраф выкатила. Ещё он и заплатит. Ну, совсем дурак. Совсем дурак. Что делать? Молодой, что неопытный. Да, понятно. Вот. Ну, ещё одна новость у нас на 100 рублей. Но. Хорошо сидишь, да? Ну, давай. Демимор. Да. Чё? Ну, чё, Демимор? Ну, как ты думаешь, что может сделать Демимор? Ну, мужичка нашла. Естественно. А как ты думаешь, какого возраста мужичок? Ну, как всегда, помоложе. Фиг тебе от советской власти. Ему 66 лет. Теперь её в пенсионеры поднесло. В геронтологию. Так, дело даже не в этом. А дело в том, что вообще публика-то чё шокирована? А то, что этот мужик по имени Питер Мортон, 66 лет, он папа её бывшего кавалера Хэри Мортона. Скажи, что она несколько месяцев назад рассталась. Да, у Деми точно с крышей что-то не тэээ. Ну, слушай, чего ты не сделаешь ради пиара, а? Не, ну, Деми, она вообще, конечно, женщина оригинальная. Её как вот из крайности в крайность кидает. Послушай, была ли нормальная семья? Нет. Да нет, ну, смотри, обрати внимание, она же 100 лет уже не снимается. Ей же как-то надо о себе напоминать. Ну, это да, ты права. Как у Элис ушёл, она должна на чём-то зарабатывать. Вот она и делает все эти фокусы. Ну, пока она с этим татчером была там, или как его, татчером. Татчером. Да, там народ весь бегал и писался кипятком, что во, нашла красавца. Она его вытащила, он стал хорошо сниматься. Теперь она пошла других вытаскивать, видимо, деньги получает. А этого Питера куда, в 66 лет? А, Питер, это знаешь, не только секс, иногда и поговорить надо. А, ну да, наверное, а с этим ты не очень поговоришь за жизнь, а тот, наверное, хорошо разговаривает. Ну ладно. Значит, ещё у нас одна новость про молодуху. Значит, Мадонна, которой 55 лет исполнилась тут недавно, да, она решила выйти замуж третий раз. За нигера, небось. Ой, то есть за афроамериканца. Вот именно. Ты мне, пожалуйста, тут политическую некорректность не допускай. Вот. Она получила предложение руки и сердца от своего бойфренда в прошлом году. Ещё. А вот в этом году, видимо, она за него таки замуж выйдет. Но самое сложное... Но фамилия у него гениальная. А имя у него это что-то. Мне даже стыдно его произносить, потому что нашему русскоязычному слушателю... Я могу произнести. Произнести, будь ты классная. Барахим заебат. Вот именно поэтому она за него замуж выйдет. Я чувствую. За заебат. За заебат. Ох, я не могу. Он её уже с мамой познакомил. Мама младше её на несколько лет. Я бы удавила бы такого сына. Подожди, подожди, подожди. Она же у нас еврейка, каббалистка хрен её возьми. Она каббалистка, а мама у заебата. У заебата. Она у него ислам исповедует. Ой, мама. Ну, это у нас часто. Вот я думаю, как тут битва евреев с палестинцами в одной отдельно взятой семье будет происходить. Да, ну, нормально будет. Нормально. Он будет общаться с ней и с её дочкой. Не, я думаю, что, как водится, как израильтяне в Палестине, не мировое сообщество. Буду пасть деньгами, затыкать и всё. Очень может быть. Очень может быть. Ой, хохмат. Ну, вот ещё одна тут старушка-веселушка порадовала народ на этой неделе. Чем? И кто, а? Шер. Да ну? Вот. Значит, что она сделала? Ну, она у нас, сама понимаешь, дама фигуристая, вот. И она себя в твиттере и на фейсбуке показала во всей красе. Обложка для нового диска. Слушай, а шалеть. Эй, вот посмотри, какая у нас там бляндинка, во-первых, во-вторых, полуобнажённая. Это она вот своей под 70? Да, 67 годиков, бабы. Слушай, нам есть куда стремиться, блин. Вот и я, брат. Просто гордость охватывает за женщину. А чешуенная женщина, как сказал бы мой любимый Дин Винчестер. А чешуенная. Я вообще всегда от неё балдела. Нет, ну она молодец. Она, во-первых, мало того, что она отличная актриса. Она прекрасная певица, но она и баба такая неуныважка. Ой, поёт она замечательно. Но она вообще такая кукла-неваляшка, неуныважка. Вот, так вот тут она ещё на прошлой неделе тоже, ну как, ещё одно откровение-то было. Она выступила в одном из ток-шоу и сказала, что вот у меня есть 5, так сказать, топ-5 самых лучших любовников, которые у меня в жизни были. Ну вот. И один из них это Том Круз. Ну это я говорю, чтобы нам наши... Да, чтобы нам наши новости закольцевать. Вы начали тему закольцевать. Да ну! Он ещё и в категории лучших любовников. Я им не говорю. Матрами. Подожди. Вот на последней фотографии это кто? На последней фотографии это просто мужчина. Желтозубик. Шер. Это я к тому, что она у нас вообще девушка, так сказать, на все 100 и нет предела совершенства. Нет, Шер. И этого дела никогда не имеется. Баба, которая заявила, грудь это мои, если я захочу, буду носить её на спине. Она и в 90 будет выглядеть. Офигительно. Вот так вот. Ну в общем, на сегодня мои новости иссякли. В следующий раз приготовим вам нечто такое интересное, так что ждите. Ждём. Всё, на сегодня всё. На следующей неделе мы опять выйдем в эфир. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте. Да, 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 да. Постарайтесь подписаться сейчас, а то потом поздно будет. Угрожаешь. Само собой я такая. Всё, дорогая, пока. Пока. Bye.